Литературный гостиной Союза писателей Москвы и очень рада видеть здесь секретарей Союза писателей Москвы, замечательных писателей, членов нашего любимого союза. Мы иногда говорим, что у нас в литературной, в Малом Зале Центрального Дома Литераторов Галина Нерпина ведет гостиную официальную Союза писателей Москвы, а здесь у нас тоже как бы филиал, потому что мы очень любим свой союз, продолжение. Мы даем вот такой вариант. И Римма Федоровна Казакова, она ушла в мае, 19 мая 2008 года, в свое время позвонила мне, мы очень дружили, две книжки вышли с моим пренесловием, позвонила мне и сказала, Лула, один замечательный человек, его зовут Михаил Ром, составил книгу «Общая тетрадь». Куда вошли, если я не ошибаюсь, 60 русскоязычных поэтов современной Америки. Можешь ли ты, как вот литератор, про честью выступить на презентации в Малом Зале ЦДЛ? Открываю, я вижу смещательные стихи, нахожу друга в своей юности, изумительного Эдуарда приняла Амера. Благодаря замечательному Михаилу мы снова встретились, он участвовал у нас в фестивале «Русский миг в Черногории», стал победителем, и много очень талантливых людей. Но я понимала, какой огромный подвижнический труд стоит за этой книгой. Так мы познакомились с Михаилом. Прошло немного... Была очень интересная встреча, увидела, какое литературное пространство создал там Миша, его прекрасная жена Элла Титова Ром. Вот я в нашем альманахе, недавно у Эллы было юбилей, да, мы не любим говорить о юбилеях, но она такая прекрасная и талантливая, что мы вот у нас на третьей страничке, где мы очень серьезных людей. Вот Рим Федорову с 80-летием вспоминаем. Марк Башмаков, академик, подвижник, подарил 20 книг, каждый по несколько миллионов, в честь своего 80-летия, Эрмитажу, библиофил, знаток, книги, иллюстрации. Вот мы поздравляем, какая компания? Марк Розовский, мы 3 апреля поздравляем его, да, будет большой спектакль. Мама, папа, я и Сталин в понедельник. Александр Потемкин в свое время возглавлял премию Эврика, и молодые писатели из его рук все звезды наши получили по 2-3 тысячи долларов, он их поддержал. И в конце у нас замечательная, в такой достойной компании, Элла Титова Ром с нежными словами. Дорогая Элла, всегда с душевным трепетом читаем ваши поэтические исповеди, пронизанной искренной страстью, свежестью чувств, обрушившись на лирического героя внезапно пролившимся весенним дождем. Верим, что ваша недавно опубликованная книга, вот она здесь, 50 оттенков поэзии, откроет для читателей новые грани вашего яркого и независимого дарования, любви вам и неостывающего поэтического вдохновения. Вот просим замечательного Миша передать этот альманат. И в следующем номере мы даем большие подборки Михаила и Эллы. И я надеюсь, что тоже те, кто не встречал до сих пор этих удивительно талантливых, любящих другого ярких, очень настоящих людей, действительно, вот Господь их поцеловал. И поэзия, она одна из важнейших, я думаю, частей их жизни. Пожалуйста, Миша, прокомментируйте эти три книжки, которые вы представляете. Мы не виделись несколько лет, я счастлива вас видеть в этом замечательном месте. И вы вот с таким приехали сюрпризом, с три книжки, изданные на русском языке в Америке. Спасибо, Лава. Мы не совсем не полностью на русском изданы. Очень хорошо, мы и так английский в блоге очень даже любим. Знаете, я поговорю, конечно, еще расскажу о себе немножко. Давайте начнем со стихов. Давайте начнем со стихов, а потом я расскажу о себе немножко. И о том, что я здесь делаю. Триптих. Читал стихи И спотыкался на букве ЙО, вернее Е, Которая должна была быть ЙО. Но по какой причине, не мог понять я, По какой. Две точки там, над головой, у буквы ЙО, не наблюдались. Из экономии чернил, а может так отмеча делать, Почем мне знать того причины, Что нимб над головой у буквы, Который был необходим ей, Который, собственно, и делал из буквы Е другую ЙО, Тот нимб из двух дискретных точек отсутствовал, И я не мог прочесть стихи, не запинаясь, Поскольку здесь, в стихах, важны Повторы звуков, значит, рифмы, И то, с чем проза бы смирилась, Стихам смертельно. Чем сложнее система, Тем, пожалуй, больше она до точности жадна, И проще рушится она. Моё, твоё ли имя, наше, Оно ведь общее у нас, Держу я в этой хрупкой чаше, Чтоб выпить полностью за раз, Чтоб джин пиратского нектара, Для джина это разве труд, Спалил пространство от Дельмара до Квинса В несколько минут, Чтоб мимо время пролетело, Крылом качнув аэродром, Я пью из чаши имя Элла, Ром. Склонясь над книгой этой ночью, Я знаю, сердца нету книг, Опять я в неблю многострочью, Хотя казалось, это пшик, Пустая трата капитала, Там нет ни эврики, ни тайн, Как ты бы наотрез сказала, Всё это просто waste of time. Увы, ты знаешь всё на свете, От всех замков хранишь ключи, Ты видишь в ультрафиолете И инфракрасные лучи, Тебе видны, И ты утробно несёшь подобие оков, Всеведенья сама подобна Укравшему огонь богов. Ты с частотой не меньше герца Дрожишь, и стон похож на крик, Ко мне твоё вернётся сердце, Буквально, и не нужно книг. Спасибо. Что Вы сказали? Сказали три птички просто, Вначале два. Нет, это было три. Да, это было три. С Вашего позволения, Пришло время достать очки. Сейчас ещё пару стихотворим. Что мастерство, Секрет ремёсел, Прилежный труд и ловкость рук. Оно приходит не под осень, А к лету, Без душевных мук. В нём может быть залог успеха, Им создаются имена, Оно любимое утехо для мастера. Но глубина, Чудовищное дно колодца, Крутые омута круги, Тьма под ногой конотоходца, Туман и невидать низги. Лишь глубина, Черток шедевра, Она труднее, чем кабала, Возможно, мудрая Минерва Её проматерью была. Янтарь, сверкающий на шее, Висит пожизненным ермом. Достался он от Галатерии Моей супруге Элле Ром. Продолжаем в том же дуке. Стихотворение о белом снеге называется. Потому что эпиграф, опять же, Принадлежит Перу Эллы, Белый, белый, белый снег. Начинается снегопад, На дорогах опять раздрай, Ты бы вспомнила слово ад, Я ответил бы, Доверяй переменчивости ветров, Опрометчиво не суди, Белый, белый, падёт по кров И замрёт на земной груди. То, что было темно, светло, В помощь в юге сиди, свести, Было дело, мило-мило, Нынче эхом свети-свети. Теперь я ещё один трептих прочту, У него есть название. Фруктовый трептих. Три стихотворения, Посвящённые разным фруктам. И первое, Посвящено фрукту под названием гуава. Это фруктовый плод С невероятно острым ароматом, Который заполняет весь дом. Если у положено кухне, То весь дом наполнен этим плодом. Называется это стихотворение Соблазн. Зачем тебе нужна гуава? Её вселенский аромат Распространяется кроваво. Он здесь и там, И пот, и над. Он вездесущ, Нет избавления, Пришёл и всё, Как финский нож. Зачем разбрасывать каменья? Их собирать не соберёшь. Ты провела ножом по коже, Тебе опасность не видна, Ведь ты одна остаться можешь. Могу одна. Могу одна. Набезательно глупоюсь. И второе стихотворение Из этого триптиха Посвящено фрукту, Который называется Черемола. Иногда ещё Черемоя, Её называют по-испански. Это тоже ароматный зелёный плод Одноимённого дерева. Но это не важно. Важно то, что здесь написано. Попроб... Да, называется стихотворение Невинность. Попробовали черемолу, Она в зелёной кожуре Цвела, понуря очи долу, Закланием на алтаре. И нам подумалось, Как жалко Невинность Чистую вспороть. Ты будто римская весталка, Неприкасаемая плоть, А мы пришли в Твои покои, Имея плотскую корысть. Да коли, Господи, Да коли Всю жизнь, Дитя моё, Всю жизнь. И вот эти два стихотворения Были написаны В тринадцатом году.